Всем привет, друзья! Вы попали на видосик, где мы будем рассказывать, как научиться подтягиваться на одной руке. Вот Данек у нас научился, он знает все подводящие. Я-то давно научился, но я в смысле не учился, я просто много занимаюсь, поэтому могу подтянуться. А Данек научился недавно, и он расскажет вам, какие упражнения нужно делать для того, чтобы научиться подтягиваться на одной руке. Каким хватом ты подтягиваешься, вот таким, либо прямым? И тем, и тем можешь? И тем, и тем, да. И тем, и тем можешь. Сейчас все покажем. Данил, сколько нужно подтягиваться раз, чтобы научиться подтягиваться на одной руке? Ну, подтягиваться нужно немало, на самом деле, а 30. 30? Да. А ты подтянешь 30 раз? Да. Ребят, нужно подтягиваться 30 раз, и что еще очень важно? Например, подтягиваться с весом, важно? Да, это очень важно, на самом деле. То есть, сколько килограмм нужно делать на сколько повторений? Ну, я с 8 килограммами делаю 17 повторений, это просто как база. То есть, важна больше выносливость, либо сила? Что важно? Тут и сила, и выносливость развиваются. То есть, и то, и то нужно тренировать? А как ты посоветуешь вообще тренировать силу и выносливость? Совмещать тренировки. Сколько раз в неделю, например? Можно проводить тренировки с весом два раза в неделю. С весом, а без веса? А без веса все остальные дни. Серьезно? Да. То есть, каждый день и мышцы будут восстанавливаться? Я тренируюсь каждый день, и у меня мышцы вообще не болят. Мне ничего не мешает. Ну, то есть, тело, видимо, адаптируется, привыкает к нагрузкам, и мышцы уже не болят. Ну что, Данек, давай показывай, как подтягиваться. Да, я сейчас покажу обратный хват, так как я немного подустал. Давай, и то. Хорош. И старайтесь задерживаться в этом положении. Ну что, давай расскажи теперь, какие подводящие упражнения вообще есть? Подводящих упражнений, на самом деле, очень мало, и я покажу вам основные базовые упражнения. Для первого подводящего упражнения нам понадобится низкий турник. Далее, что мы должны сделать? Мы должны стоять на земле и на одной руке начинать потягиваться, и в это время помогать себе немного ногами. Это только тогда, когда вы осваиваете это упражнение. И так на другую руку. Если вам уже так легче делать, то так делать сначала на одну ногу, то есть с одной ногой усложняете. Потом с другой ногой. Следующее очень полезное упражнение – это опускание. Мы в таком положении фиксируемся, отпускаем одну руку и плавно опускаемся. С помощью того упражнения, которое я вам показал, вы развиваете хват и силу. Хотел бы вам еще сказать пару советов. Когда вы начнете потягиваться на одной руке, то я бы вам рекомендовал потягиваться сначала обратным хватом. Так вы укрепите бицепс, трицепс и вообще вот всю часть вот этой руки. И в дальнейшем вы начнете уже потягиваться обычным хватом. Потому что это намного сложнее, и сразу я бы вам не советовал это делать. В зависимости от того, с каким вы хватом будете потягиваться, вы должны также и потягиваться с весом. Что проработать все мышцы в общем. Если вы хотите научиться потягиваться обычным хватом, то делайте обычные подтягивания. Друзья, также хороший метод, очень хороший метод для новичков – это подтягивания с тренировочной резиной. То есть прикрепляете к турнику резину на ноги свои и также оп-оп. Либо прямым хватом вот таким, либо обратным подтягивайтесь, неважно каким хотите научиться. И подтягивайтесь с резиной. Тоже отличный метод. И потом уже, когда вы научитесь хорошо подтягиваться с резиной на одной руке, можете переходить к более большим весам, к тренировке в подтягивании с более большими весами, где-нибудь на 6-7 повторений, чтобы у вас развилась сила, именно сила. И можете, когда я не сказал, чередовать. Например, один день тренируетесь с весом с большим, на другой день тренируетесь с маленьким весом, например, со своим весом. Просто на максимальное количество повторений. Это тоже будет развивать ваши руки по отдельности, и будете потом подтягиваться уже мощь на одной руке. Друзья, следующее, последнее подводящее упражнение – это подтягивание на одной руке, точнее на двух руках, но как будто будем имитировать, что мы подтягиваемся на одной руке. Смотрите, повисаем вот таким вот образом. Сначала вы подтягиваетесь, например, сколько можете на двух руках, потом, следующий подход вы берете, подтягиваетесь тупо на четырех пальцах, не держась большим пальцем. Получается вот так, оп, оп. Следующий подход – вы подтягиваетесь на трех пальцах, убираете вот эти два, подтягиваетесь на трех. У вас уже автоматом будет тело перекашиваться на эту сторону, и будет стабилизироваться подтягивание на одной руке. Потом берете на двух пальцах, да, оп, оп. И потом на следующий подход – на факе, на одном. И у вас на последнем подходе уже тело максимально перекатывается на эту сторону, то есть стабилизируется под подтягивание на одной руке, и это максимально вас предвинет к этим подтягиваниям. Ну вот и все, друзья. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и вы будете учиться подтягиваться на одной руке. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, и увидимся в следующем выпуске. Пока! Спасите меня, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok